Буквально там несколько дней назад возник скандал с переездом Владимира Зеленского на государственную дачу, где якобы жил Ющенко. И в принципе, если посмотреть на эту ситуацию, ну переехал и переехал, ну да, ну там вот так получилось, так ему удобнее. Почему нет в конце концов, все президенты жили на государственных дачах, ничего тут такого нет. И понимаете, вот, ну скажите, пожалуйста, это может быть важно, это значимо вот эти все символизмы в украинской политике, или уже на многое можно наплевать в контексте там последних скандалов, пленок и всего на свете, и вообще не обращать на это внимания. Вот для вас это показатель чего-то, или просто выносим за скобки и перестаем сплетничать, я не знаю, даже так можем сказать. Я думаю, что когда вы говорите о моей способности тонкого понимания политических процессов, вы мне льстите, но дело в том, что политические оценки идут разным группам на каждом уровне по разному способу. То есть для элиты это символика, и вот это колоссальная символика переезд молодого президента туда. Для средней группы политиков, активистов важна что-то конкретное, там цифра, образ, компромат, позитив, шаги, курсы, сказал, не сказал, посмотрел и так далее. НИС опять работает исключительно с грубыми символическими формами. То есть таким образом Зеленский показывает элите, что он такой же президент, как и все, и никакой новизны ожидать не приходится. И то, что он обещал, никак не связано с тем, что он делает. А самое главное, это для элиты мы с вами говорим, что он становится для них базуемым. Это президент, который сотрудничает не с населением, а с олигархами. Это президент, который заботен не с авиаритетом Украины, а в влиянии Запада или Востока на Украину. Чем полдня занят самый хитрый Ермак и Зеленский, они обсуждают, как им сделать баланс между влиянием Кремля и влиянием Вашингтона. В результате получают циничные удары и с той, и с другой стороны. Они не понимают, что надо искать внутренние источники суверенитета и независимости, когда это и называется суверенитет. Им в голову не приходит обратиться к Украине, к украинцам или к украинским каким-то интересам. Они говорят, ну вот на нас давит Москва, ну давайте побежим в посольство американское. Ага, на нас давят американцы, ну давайте съездим в Минск, а там туда и поедем еще в Москву. Это политика старая. И вот эти переезды означают, что президент перенимает, он может быть еще красиво говорит по-новому, но на самом деле это уже молодой, старый президент. Вот середина, те, которые понимают законопроекты, движения экономических тенденций, многочисленные выяснения отношений между политическими силами, они еще могут сказать, что это не окончательно, вывод делать нельзя. Но уже ниже обычная, скажем так, избирательная масса говорит так, он такой же, как и все. И тут все ожидают, я заканчиваю, и тут все ожидают от президента страшные ошибки, когда он скажет, какая разница, где жить, в помане или в Украине, в старом циковском здании или в новом, символе новой Украины, как мы обещали первые три месяца. Вот не дай бог, если такое мелькнет у работников общества президента или у президента, то есть какая разница, не обращайте внимания. Значит, он хочет уйти от вот этого символического вывода элиты и населения, что он такой же, как и все, и ждать чего-то нового не приходится. А то, что он говорит красиво, ну вы извините, тут же Порошенко говорит в 10 раз красивее этого. А вы говорите про символику. Вы видите, как за символику цепляется? Порошенко приехал куда-то в село, улыбается, пожимает руки, а люди обратили внимание на пенжачок в 50 тысяч гривен. Вот видите, как это происходит? Я 25-30 лет назад, 30 лет назад были первые выборы Верховного Рада Украины. Ну такие уже, это был декабрь, март, уже март 90-х годов. И я работал с одним большим чиновником. У меня было много всяких. Я говорю, вам нужно быть похожи на народ. Вот старайтесь, не надо на Волге приезжать и показывать, что вы такой крутой. Люди шепчут, сейчас сидят в зале, а вы обещаете о том, что будет перестройка, будет незаваженность и так далее. Они не верят в это, посмотрят на вашу машину. Он берет москвич, оставляет там с охраной, все, москвич приезжает на москвиче, уже неплохо. Выходит на сцену, и весь зал опять шепчется. А я сижу, естественно, в зале соседней, говорю, что такое, что такое? Это югославская кожаная куртка. Пордовая, пордовая кожаная куртка на этом дядьке. Ай-яй-яй, ото людына зарабила хрошей, ото да. Я говорю, что вы сделали? Он говорит, что? Вы же сказали поменять костюм на обычную одежду. То есть, мало того, что нет. Я говорю, это не обычная одежда, это то, что мечтает тут каждый модник. Это то, что люди ездят на границу. Так что не надо думать, что обычные люди не видят вот этих мелких сдвигов и не умеют считать политическую символику. Они в этом разбираются не хуже, чем элита, но элита может влиять на события. То есть кто-то сейчас потирает руки. Так ты переехал в здание, которое полностью перенасыщено российскими когибичными средствами прослушивания. Это неожиданный вопрос, Виктор. Это принципиально нельзя было делать. Принципиально нельзя было делать, переезжать. Там нет ни одного места, где бы они сейчас в режиме онлайн не отслеживали его улыбки, движения и так далее. Это глубочайшая ошибка. Это просто невероятно. Потому что все здание администрации президента полностью перенасыщено этой старинной аппаратурой, которые ставились с 50-го по 90-й год. То же самое там. Но это только один из моментов. Ну и элита всегда будет показывать этого жизнерадостного человека на фоне вот этой помпезной советской архитектуры. Вот вам символика. Там букет символов, которые негативно будут бить по лицу, которые будут мешать этому, мешать советскому.